Давайте поговорим с вами о той истории, которую вы уже, конечно, рассказывали. История связана с версией аудио Библии, которая была записана, то есть, получается, Нового Завета, которая была записана с участием известных актеров нашего российского, советского кино и эстрады. И тот проект, который вы организовали, это называется «Вера отслышания», правильно? Да, проект назывался так. И вот эта идея, она когда и где появилась? В чьей голове она осозрела? Ну, вообще, эта идея пришла к нам из-за рубежа, а именно из Соединенных Штатов Америки. Но и для Америки она была в свое время новой. В свое время нашлись верующие, служители Божьи, причем это были не пастыри, не ученые, просто обычные верующие, которые как-то осознали, или было им такое откровение, что в церквях очень мало людей действительно знают Священное Писание. Проводили такое исследование, я не знаю, как и где это было, и вот в ходе этого исследования обнаружилось, что в то время, это еще в 90-е годы было, только 17% среди членов евангельских церквей хотя бы раз в жизни прочитали Новый Завет. И только 8% прочитали весь Ветхий Завет. Удивительно, евангельские церкви. Евангельские церкви в Америке в 90-е годы. Сейчас, я уверен, эта цифра намного ниже, потому что вообще сейчас люди меньше читают, и читают только короткие фрагменты, и в основном в электронных каких-то устройствах. А в электронных устройствах просто много не прочитаешь, в силу разных причин. Сейчас эти цифры, наверное, в разы меньше. Мне кажется, евангельские верующие привыкли, что им пастор придет и расскажет. И вот евангельские верующие, приходя в церковь, считают, что они там слушают Слово Божие. А слушают они проповеди пастора или еще каких-то проповедников. И Слово Божие как таковое звучит в этих проповедях только в виде отдельных фрагментов. Причем эти фрагменты произвольно как-то подобраны, иногда просто надерганы, вырваны из контекста. Какие-то фрагменты цитируются очень часто, и на их основе произносится очень много проповедей. А другие, даже не фрагменты, а целые, может быть, главы и целые книги Священного Писания, они никогда не цитируются и не истолковываются, не проповедуются вообще. В результате происходит некое выборочное восприятие Священного Писания, то есть не целостное, не в контексте, не в какой-то законченной естественной форме. И проповедники при этом уверены, что это все хорошо и правильно, потому что верующие, кроме слушания проповеди, читают Слово Божие в индивидуальном порядке дома. Действительно такая традиция существовала, я еще ее застал, еще это было в советское времена, в 70-е годы, в 80-е годы. Многие верующие читали прилежно Слово Божие подряд, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Но и тогда это были далеко не все. Ну, а со временем доля таких людей среди верующих, которые регулярно читали Писание дома, она все больше и больше уменьшалась. Но это только в Америке или в России? Нет, 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 это всеобщее явление. Это было и в Америке, и это в России было. И как они решили выйти из этой ситуации? Вот эти люди, они решили организовать такое служение, чтобы в церквях, хотя бы в церквях, люди в течение определенного периода, за год, хотя бы прослушали весь Новый Завет. То есть, вот такой организовать цикл чтений. И что они решили сделать? Они решили записать Писание, хотя бы Новый Завет, в аудиоформе. То есть, чтобы кроме проповеди, также звучал какой-то отрывок из Священного Писания. Ну, там минут 10, 15, 20. Не все собрание, чтобы это занимало, но значительную часть. Но это для евангельской церкви, потому что у католиков, у православных как бы слушают слово, да? Да, у католиков и православных есть такая традиция. У них есть цикл еванских чтений, и не только евангельских. И в течение года прослушивается большая часть Нового Завета. Но другое дело, что в православной церкви это прослушивается на церковно-славянском языке, который большинство не понимает. А в католической церкви эта традиция давняя тоже существовала, еще с апостольских времен. Но читалось Писание по латыни. Но в последние 50 лет они перешли на чтение Писания во время богослужения на живых национальных языках. Так что там эта традиция существует. И в этом плане, как ни парадоксально, оказалось то, что еванские церкви отстали от исторических церквей. Вот назвали они эту программу «Faith comes by hearing». Или в современном русском переводе эта цитата из послания к римлянам апостола Павла, 10 глава, 17 стих, звучит так, что «Вера приходит, когда весть услышана». То есть «Божья весть услышана». И вот именно под этим лозунгом, под вот этой чеканной фразой из послания апостола Павла, что «Вера приходит, когда весть услышана» или «Вера отслышания». Они начали распространять и продвигать вот эту программу. И к ней присоединились десятки тысяч церквей в Америке. Не все. Ну, в чем заключалась программа? Она состоит из трех, нескольких ступеней. Ну, прежде всего, надо осознать, первоначальная форма бытования и первоначальная форма восприятия Слова Божия – это не письменный текст. Многие верующие, особенно протестанты, они уверены, что Слово Божие изначально существовало в виде письменного текста, а это не так. То есть даже Бог, когда передавал десять заповедей Моисею, Он сначала их изрек, Он сначала их сказал вслух Моисею, это исход, 20 глава, а потом только передал Моисею в 24 главе той же книги «Исход» вот это же десятословие, деколог или десять заповедей в форме текста, высеченного на каменных плитах, на скрижалях. И пророки изрекали свое пророчество именно сначала в устной форме, в виде такого публичного обращения к народу. Только потом вот эта весть, это пророчество было записано, и у пророков даже были секретари. Вот как, например, у пророка Иеремии был его секретарь Барух. Этот Барух записывал то, что скажет Иеремия, и потом Иеремий его посылал для того, чтобы он огласил вот это вот пророчество всему народу. Или вот скажем, Евангелие от Марка. Предание говорит, что Марк был секретарем, помощником апостола Петра. И Петр делился своими рассказами об Иисусе, своими воспоминаниями, передавав слова Иисуса в устной форме верующим. И только потом Марк эти его логии, эти его речения, рассказы записал. И, кстати, Евангелие от Марка изобилует, ну, больше, чем другие Евангелия, такими живыми деталями и подробностями. Хотя оно коротенькое, но оно такое очень динамичное. Апостол Павел тоже не писал лично свои послания. Он их произносил вслух, он их, можно сказать, диктовал. Писал послания или письма апостола Павла, не Павел, а его секретарь. То есть изначально и письма, послания, они звучали именно в устной форме. Вот это самая первоначальная, самая естественная форма, избранная самим Богом. Вот. И вот первый этап для вступления вот в эту программу «Вера отслышания», когда еще тогда, в 90-е годы начиналось, именно это осознать, чтобы те люди, которые вот в церкви имеют влияние, руководят, собрали, что они поняли, что это не, ну, как бы, письменный текст, это не есть само Слово Божие. То есть это одна только из форм. То есть не нужно поклоняться книге, надо обращаться к вести. Вот. Слово Божие представляет собой весть, прежде всего. И вот это первый этап. То есть если пастор, если проповедник этого не осознает, то дальше, ну, двигаться невозможно просто. А вот вы говорите, малые церкви лучше воспринимаете. А? Вот малые церкви лучше это понимаете. Да, но это, так сказать, последующая история. Второй этап, это надо принять и понять, что Слово Божие нужно слушать, если, может быть, не получается читать, вот, регулярно, систематически. Не какие-то отрывки, ну, откуда-то выбранные, так сказать. Вот. А именно последовательность, систематичность, с тем, чтобы в течение определенного периода прослушать, допустим, хотя бы весь Новый Завет. И... Должна быть дисциплина. Должна быть дисциплина, должна быть система, должно быть целостное восприятие писания. Те, кто эту программу, так сказать, впервые внедрил, вот, они предлагали, они предлагали, ну, некий план чтения примерный. Можно, так сказать, его как-то... А у вас и план слушания, да? Да, план слушания, да. Вот здесь он. Слушания, вот. То есть, и третий, так сказать, ну, как бы, третий этап, это делиться впечатлениями. Делиться впечатлениями, что изменилось, что, так сказать, какие были, может быть, проблемы при этом, какие благословения и так далее. И, в общем, была масса, так сказать, очень положительных, позитивных, так сказать, откликов. И те церкви, которые воспользовались этим предложением, внедрили в себя программу, они свидетельствовали о том, что это внесло такую свежую струю в церковную жизнь, очень оживило верующих и способствовало росту церквей. Мой папа научил меня одной самой важной вещи, уроку в моей жизни, слышать голос Божий и повиноваться Ему. Значит, ты знаешь Писание, значит, ты знаешь голос Божий, и тогда все, что Бог говорит тебе делать, ты просто делай это. И вот, когда мне было 25 лет, моя жена пришла домой, и она была расстроена. И она чувствовала, что Бог хочет, чтобы мы изменились, что в нашей жизни должно быть что-то по-другому. И вот она загремела в моей клетке, и я услышал ее, и однажды субботним утром я вышел на улицу, мы жили во Флагстаффе, штат Аризона. У нас было два небольших бизнеса, и я нахожусь в лесу, и я разговариваю с Господом. И я сказал, Господи, что случилось? И Господь говорит, я хочу научить тебя кое-чему, и есть легкий и трудный способ научиться этому. И я спрашиваю, какой самый простой способ? И он сказал, что самый простой способ, это продать свой бизнес и пойти работать на Асанна. Теперь Асанна была местной библиотекой магнитофонов здесь, в Альбукерке, штат Нью-Мексико, которую основал мой отец, и он начал это. Потому что Бог проговорил с ним, когда мы приехали в Альбукерке из Южной Калифорнии, и мы сидели на холме Найн Майл, глядя на город, у него в кармане было 50 баксов. И Господь сказал, я хочу, чтобы ты собрал мою церковь вместе и сделал учеников. И он подумал, единственный способ, которым ты можешь это сделать, это убить всех пасторов, потому что каждое воскресенье мы проповедуем друг против друга. И вот они завели эту библиотеку магнитофонных лент и шесть разных кассет со всех уголков. И это было, когда вышли первые кассеты, и поэтому все эти верующие из всех этих церквей приходили, болтуны слушали, как Билл Брайт говорил, этот парень не харизматичен, но, чувак, он знает о Святом Духе больше, чем мой болтливый пастор. А эти говорящие на языке парни, чувак, они довольно захватывающие, мне это нужно. И так началось это единство. Итак, Бог сказал моей жене и мне, я хочу, чтобы ты открыл свой бизнес и пошел работать на своего отца. Так вот, в то время служения Асанны было почти обанкротившимся. А у моего отца был школьный автобус, и он собирался все продать, передать служение или закрыть его, и приехать в Альбукерке или Флагстав, потому что там были сыновья. Но Бог проговорил со всеми тремя сыновьями, и в течение пяти месяцев мы все вернулись в Альбукерке. И мы начали служение веры через слушание. И вот что произошло. Мы начали выпускать аудиобиблию на английском языке иностранных индейцев Кечо из Перу, африканцы начали приходить к нам, и они начали говорить. Вы богатые американцы, которые умеют читать, что вы делаете со Словом Божьим? 99% моих людей, 90% моих людей неграмотны и не умеют читать. Помоги нам. И поэтому ты хочешь познать ужас. Ужас это когда Бог приходит к тебе и говорит, «Я хочу, чтобы ты донес Слово Божье до каждого человека, который не умеет читать на своем родном языке». И ты узнаешь, что 50% населения мира неграмотны. 50% населения земного шара живет менее чем на 2 доллара в день, а в мире насчитывается 6,914 тысячных языков. Теперь ты, к счастью, узнаешь, что они перевели только 1640, и с этого ты начинаешь. Ты хочешь отправиться в путешествие веры? Это путешествие веры. И вот мы начали и записали первые языки. И что меня поразило, так это то, что когда мы закончили ходить по деревням, и ты смотришь на Ветхий Завет и Новый Завет, и ты быстро понимаешь, что на протяжении всей истории Библии Библия всегда была услышана. В Ветхом Завете не было печатных станков. У них был один экземпляр Книги Закона, и они потеряли его во времена Иосии. Ты когда-нибудь задумывался об этом? Поэтому каждые 7 лет они собирались вместе, чтобы послушать Библию. И мы спросили, можем ли мы сделать то же самое. Не могли бы мы сделать запись? Это должна быть драма, потому что устные люди, все важное должно прийти к ним в виде истории. Потому что если это просто прочитать, то никаких зацепок в памяти не останется. Так что это должна быть история, танец, это должна быть драма, это должна быть песня, это должно быть что-то, что они смогут запомнить. И вот мы начали записывать весь Новый Завет со 180 голосами. И я помню, как ходил по деревням, разговаривал с вождями и говорил, послушай, если мы дадим тебе это, ты соберешь всю свою деревню вместе. И они спросили, а чего нет? Я сказал, что это Новый Завет кункомбы на твоем языке. А они ответили, нет, Бог не говорит на языке кункомба. Он говорит только по-английски. И я сказал, нет, он говорит на языке кункомба. Так что я немного поиграл в нее. Они как будто хватают гонг-гонг и проходят через всю деревню. Довольно скоро вся деревня сидит под деревом, они нажимают на кнопку, и кажется, что весь звук просто выкачан пылесосом из этой деревни. Никому не двигаться. И когда ты нажимаешь на кнопку 45 минут спустя, люди вот так выходят из этой истории. Потому что эти люди входят в историю. Это как будто они там с Иисусом, и они такие. Он говорит на языке кункомба. Он может обращаться к нам напрямую. Нам не нужен переводчик, чтобы говорить с Богом. Он из наших. Можем ли мы еще раз услышать эту генеалогию? И в течение первых пяти лет я бы спрашивал людей, как мы записывали язык за языком, и люди приходили бы к вере, целые деревни преображались бы. Я бы сказал, какая история оказала на тебя наибольшее влияние. И они сказали, о, генеалогия была тогда, когда я пришел ко Христу. Когда я услышал генеалогию, это было тогда, когда я принял Иисуса. И я такой, генеалогия? Ты что, издеваешься надо мной? Племенные группы создавали из этого песни, отправлялись в деревни, которые никогда не слышали об Иисусе, или генеалогию Иисуса, а затем приглашали людей прийти к вере во Христа. А я такой, что? Я недавно был в Сан-Хосе, и один тамошний бизнесмен, после того, как я поделился этим, подошел ко мне и спросил, ты что, с ума сошел? Ни за что. Прямо за ним стоял чернокожий зимбабвиец из Африки, и он сказал, о нет, генеалогия моя любимая часть Библии. Ты должен понимать нашу культуру. В моей культуре не имеет значения, в какой школе ты учишься, насколько ты богат, единственное право, которое ты имеешь, это твоя генеалогия. А я первенец своего отца, который первенец своего отца, который первенец своего отца. И мы важная семья вождей в нашем племени. Поэтому всякий раз, когда происходит какое-то племенное событие, мы должны идти. Но тетушки и мой отец научат всех женщин племени нашей генеалогии и песням. И когда мы придем в деревню, они выйдут танцевать и петь, и они будут петь нашу генеалогию до тех пор, пока мы не дойдем до нужной минуты. И они могут петь нашу генеалогию на протяжении 14 поколений. Он говорит, ты можешь себе представить, что в этих группах людей, мусульманах и других, то, что делает любой важный человек перед тем, как заговорить. Это секретарь или переводчик дает свою генеалогию. Половина мира, с которой я работаю, чувствует, что Бог забыл о них. Мы раздаем им печатные Библии, и они спят на них, потому что не могут их читать. Они вырывают из них страницы, кладут в суп и едят его, потому что они слышали, что человек не может жить одним хлебом, а они не умеют читать, и в своем отчаянии едят Слово Божье. Они были беднейшими из бедных. Люди говорят, что их язык, это язык обезьян и собак, и что Бог никогда не смог бы понять его или говорить на нем. И он говорит, ты можешь себе представить, когда первое, что они слышат на своем родном языке, это генеалогия Иисуса, вводимая на их языке. И когда они слушают, это не просто восходит к 14 поколениям. Начинается с Авраама, это продолжается 14 поколений до Давида. В этот момент в деревне царит мертвая тишина. Затем это продолжается 14 поколений от Давида до Валилона. К тому времени эта тишина становится осязаемой. Затем это продолжается 14 поколений от Давида вплоть до Иисуса. И к тому времени никто уже не двигается с места, потому что никто за всю историю их племени никогда не слышал о ком-то такого уровня важности. И пока они сидят, девственница рожает ребенка. Все эти вещи начинают происходить. Иоанн Креститель. А затем они переходят к Нагорной проповеди. Проповедь на горе похожа на то, как будто кто-то вытащил их из 110 градусной жары и бросил в Антарктиду, потому что они беднейшие из бедных. И первые слова, слетевшие с уст Иисуса, блаженны бедные. А это все равно, что нет. Блаженны не бедные, а богатые. А потом он говорит, блаженны кроткие. Нет, блаженны не кроткие, блаженны те, кто доминирует. Блаженны те, кто этого не сделает. Нет. И поскольку он просто разрывает их мировоззрение на части, подставь другую щеку. Ты не можешь смотреть на женщину с вожделением. Не разводись со своей женой. Тому времени, как он это сделает, все их мировоззрение разлетится в дребезги. Старики в возрасте 70 лет, которые всю свою жизнь служили идолам, скочат и скажут, как мне попасть в это царство Божье. Люди, которые всю свою жизнь сидели во тьме, видят великую битву. И так как мы путешествовали по всему миру, это было просто удивительно. В школах Африки и Латинской Америки есть классы религиозного образования. Мы не можем молиться, но если я дам им аудиобиблию на их родном языке, их будет слушать вся школа, 1200 детей, и у них будет приглашение ко Христу в школе. И половина школы придет к вере во Христа. У нас есть возможности для бедных, это невероятно. Удивительно то, что когда мы начинали, нам потребовалось пять лет, чтобы записать альбом на пяти языках. Ты хочешь знать, что такое террор? Бог говорит тебе, что он хочет донести Слово Божье до каждого языка, и у тебя уходит пять лет на пять языков. Но Бог в своей верности, просто день за днем, ты просто продолжаешь бороться и бороться. Ты проходишь через близкие банкротства, и все же Бог приносит свое Слово Божье. Теперь на этих 700 языках у нас 34 команды. Запущена виртуальная платформа звукозаписи, где мы делаем это онлайн. И мы можем говорить на трех, четырех, пятьсот языках в неделю, потому что они могут это делать на всех компьютерах. Я не могу описать тебе это, но это просто сводит меня с ума. Какая цифровая эра? Это потрясающе. Они запустили спутниковую систему под названием O3B, и к 2015 году она будет у трех миллиардов человек, которые в настоящее время не имеют доступа по всему миру. К 2015 году у них будет пять миллиардов смартфонов. И знаете что? К 2015 году у нас будет записан каждый отдельный язык. У нас будет два языка, которые представляют 97% населения мира. И я хочу тебя предупредить. Ты знаешь, о чем мой папа молится прямо сейчас? Он говорит, что когда мы достигнем 97% к 2016 году, и у каждого будет доступ, он попросит мирового лидера, религиозного лидера, стать и пригласить нашего Господа Иисуса Христа вернуться домой, потому что в Священных Писаниях говорится, что в Евангелии от Матфея 14 конец не наступит. Все обещания, что этого не произойдет, приходит до тех пор, пока Евангелие Царства не будет проповедано каждой нации, а слово «нация» — это этнос, язык, на котором люди говорят. Мы с тобой живем в абсолютном первом поколении в истории мира. Ну что же, Библия будет переведена на все без исключения языки мира. Она будет записана, и там будет фильм об Иисусе, и в их руках будет инструмент, который даст им доступ к Священным Писаниям. И тебе нужно спросить себя, ты строишь амбары или закладываешь все это? Ведь мы живем в последнем поколении. Это Египет. У нас есть 700 языков на цифровой платформе. У нас было 95 миллионов человек, которые пользовались либо Библией, либо одним из других. Ты знаешь, какой у нас язык номер два? Арабский. Ты думаешь, что мы пытаемся протолкнуть Евангелие Иисуса Христа в мусульманский мир? Чего ты не знаешь, так это того, что у них есть мечты, и они чего-то ищут. Если они найдут Библию, даже если это их священная книга, они будут убиты. Но никто не знает, что они слушают по телефону. А у них больше телефонов, чем у людей на Ближнем Востоке. И вот они выходят на улицу, а у нас есть приложение на арабском языке, и они скачивают его, слушают Инджиль, Новый Завет, и приходят к вере во Христа. Бог использовал мир, чтобы создать технологию, которую мы будем использовать, чтобы охватить весь мир. И поэтому мы взволнованы. Слово Божье могущественно, оно острее обоюдоострого меча, проникает до разделительной линии души и духа, различает мысли в сердцах. И я бы посоветовал тебе скачать Библию в этом приложении и слушать Слово Божье. Позволь этому преобразить тебя. Это преображает мир. И тогда они начали это вот служение, расширили на другие страны. Вот. И в том числе это, кстати, и нам предложили в свое время. И в то время они вступили в такое тесное взаимодействие с библейскими обществами, потому что нужно было озвучивать текст, а тексты существуют в определенных переводах. А права на переводы, как правило, библейских обществ, ну, в том числе и российского библейского общества, они обратились к нам и предложили вот эту программу, так сказать, внедрить или предложили эту программу, чтобы она вот как-то заработала в России. И как она заработала? И, ну, как она заработала? Я бы сказал, частично заработала, частично не очень. Какой год уже был? Это был 97-й год, вот, когда это все, так сказать... Закрутилось. Закрутилось, да. Вот. Вот мне... У меня в то время выпала такая длительная командировка в Америке, где предложили там на несколько месяцев такую научную стажировку в одном из христианских университетов. Вот. И я вот с ними познакомился, и вот эта идея меня, так сказать, мне оказалась близкой. Вот. И я вот после приезда предложил сделать аудиозапись синодального перевода, ну, в то время никакого другого перевода не существовало на русском языке, общепринятого. Вот. И они предложили свою запись, которую они сделали на Украине. То есть, ну, там, может быть, было, так сказать, как-то или проще, или дешевле, или... Ну, в общем, там была аудиозапись. Они сами сделали на русском языке, да. Но мы эту аудиозапись не то чтобы отвергли, но сказали, что мы сделаем лучше. А в чем оно? Да, лучше. Ну, во-первых, привлечь лучших чтецов, вот, профессиональных, самых, что у нас есть, вот, топовых, как сейчас принято говорит, лучших российских чтецов, в том числе известных киноактеров, вот, и организовать их работу таким образом, чтобы вот чтение было по возможности безошибочным. Мало того, чтобы оно было таким проникновенным, профессиональным, но и, кроме того, чтобы оно максимально соответствовало вот самой интонации библейского текста, его содержанию. И это, кстати, нелегкая работа. Многие очень известные актеры, вот, некоторые из них почили, некоторые еще живы, вот, например, такой актер, как Борис Плотников. Ну, знаете, вы не нахальничаете, месье Шариков. Филипп Филиппович, вы величина мирового значения. Из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына. Да разве они смогут вас... Леонид Кулагин, Валерий Баринов. Они с энтузиазмом откликнулись на наше предложение. Была поставлена задача чтения пароля. То есть, каждый персонаж, ну, каждая личность Нового Завета читается отдельным голосом, и они должны еще слышать друг друга, чтобы их диалоги были естественными, естественными, живыми. Их надо было как-то сводить друг с другом. И, то есть, это был отдельный режиссерский проект. И вот... Фактически это радиоспектакль. Это такое, да, радио... Это аудиопроизведение такое, довольно сложное. Вот, и режиссером была Елена Резникова. Тоже она с большим энтузиазмом взялась за этот проект. И тоже массу усилий приложила. Она действительно этим вот загорелась. И была большая проблема еще с чтением, потому что порой было очевидно, что они не совсем понимают то, что они читают. То есть, они очень старались. Они вот действительно были, так сказать, горели вот этим, так сказать, этим были очень увлечены. И сами вот проникались вот этим вот библейским содержанием и библейским духом, сами свидетельствовали об этом, что вот они верят в то, что читают. Вот, действительно, были такие свидетельства с их стороны. Но при этом синодальный перевод, он в некоторых местах не вполне понятен, а в некоторых вообще не понятен. И вот они читали это не вполне квалифицированно, ну, с экзогетической, с богословской точки зрения. Поясню, как мы это определяли. Они делали смысловое ударение, логическое ударение не там, где нужно. А если человек читает текст неправильной интонации, он, значит, не понимает его сути. Он не понимает, собственно, посыла. И не может передать. И да, ну, он может передать, но передает, и это не совсем вполне адекватно. Вот, то есть, и здесь обнаружилось, что им нужно руководство, такое экзогетическое руководство, я бы сказал. И мы им, вот, можно сказать, представили наших научных редакторов, тех, кто владеет греческим текстом, кто понимает, если даже синодальный текст вот здесь не вполне понятен, они, по крайней мере, знают, что греческий текст, они понимают, что говорит оригинал, вот, и они таким образом могут подсказать актерам, чтобы они прочитали синодальный текст вот максимально корректно с точки зрения содержания греческого текста. Ну, в общем, такая вот задача, нетривиальная. Но вообще справились они. Вот, но это было нелегко. Ну, я даже в те времена ввел такую статистику, что вот в Евангелии более или менее понятны, все на данном переводе. И процент тех, процент предложений, которые они неправильно читали, и что свидетельствует о неправильном, не вполне адекватном восприятии текста, это было примерно 3%, немного. И там их, ну, не пришлось, скажем так, много поправлять, подсказывать кое-где. А, скажем, в посланиях апостола Павла этот процент возрастает до 15. То есть каждое шестое предложение они читали неправильно, не осознавая, что там написано, какова суть, каков посыл, так сказать, какая главная мысль заключается в том или ином отрывке. И вот там им приходилось, так сказать, втолковывать, разъяснять, подсказывать намного-намного больше. Ну, это, так сказать, варьировалось, так сказать, от одной книги к другой, но, тем не менее, это был довольно значительный процент. А вот по этому срезу можно понять, человек обычный, когда читает, он тоже читает с искажениями? Конечно. Конечно. Ну, не секрет, считает, что даже вот в среде в среде иванских церквей многие проповедники читают неправильно, произносят многие слова неправильно, которые просто не знают, где поставить ударение. И мы в свое время издали синодальный перевод Новый Завет с ударениями, то есть правильно поставили ударение в каждом слове. Там ударение стоит на каждом слове. С тем, чтобы проповедники хотя бы прочли это правильно, потому что многие читали и читают неправильно. И мы этот проект осуществили совместно с Институтом русского языка Академии наук, все сделали с научной точки зрения правильно. Этот текст, это издание у нас постоянно воспроизводится. Спрос есть, да, помогли проповедникам. Но это даже не самая большая проблема, самая простейшая. Читают коринфянам, обычно по стране, когда на самом деле коринфянам. Самое простое. Или читают блудница, когда на самом деле блудница. Или вечеря, когда на самом деле вечеря. Ну и так далее. То есть даже вот такие распространенные слова, они очень часто, так сказать, читаются неправильно. А они как-то смысл меняют? Ну, во-первых, это славянское слово, и в славянском языке, в церковно-славянском языке свое есть ударение. Но смысл это не меняет, но все равно это неверно. Но это режет тухо. Это просто неграмотно. Ну, надо, ну, как сказать, неэстетично, там, не знаю, ну, некорректно, как угодно, но не по-русски это в конце концов. Вот. И, кстати, и на смысл это влияет, потому что, ну, например, слово блудница. Вот. Ведь в славянском языке слово блудница означает то, что в русском языке означает слово проститутка. То есть это женщина, которая продает свои, так сказать, сексуальные услуги за, ну, за деньги. То есть это ее профессия, профессионалка. Вот. А в русском языке слово блудница, вот, оно изменило свое значение. Оно же означает женщину легкого поведения, вот, который меняет, там, партнеров, который, там, любит ходить какие-то в ночные клубы, любит развлечения, там, любит подарки, там, сегодня с одним мужчиной, завтра с другим. Но, в принципе, она это делает, как бы, из, так сказать, ну, в силу своего, там, характера, в силу своих нравственных, там, представлений. Она из этого профессию не делает. Да, она не делает из этого профессию, да. Это вот женщина легкого поведения. Смысл меняется. Вот. Или, например, смысл меняется, вот такой пример есть в славянском языке слово жена. А во множественном числе это жены. Не жены, а жены. Вот слово жена по-славянски означает женщина. Не чья-то жена, не чья-то супруга, а именно женщина. А слово жены, то есть, такого звука и такой буквы йо нет в славянском языке, там только жены. То есть, жены это женщины. Ну, например, Иисус обращается с креста к Иоанну, говорит, не киану, а к Марии. Говорит, жено. То есть, женщина. Женщина. Вот твой сын. Ну, Иоанн, его ученик. Женщина, жено. Или, например, в Евангелии к гробу Иисуса приходят жены-мироносицы. Часто говорят, произносят жены-мироносицы. Очень-очень часто. Никакие это не жены. Это жены, то есть, женщины-мироносицы, которые несут мир, то есть, ароматические масла. Женщины, жены, а никакие не жены. Не жены-мироносцев. Да, не жены-мироносцев. Вот. То есть, и смысл меняется. И очень сильно меняется. Вот. В результате неправильной постановки ударения, в результате неверного непонимания, так сказать, значения слова. Как они на критику, вот эти звезды такие? Как они воспринимали? Да. Ну, звезды наши, так сказать, воспринимали, дело-то было не в критике, а дело, а нужно было дело сделать, нужно было записать так, чтобы все это воспринималось, то есть, и воспроизводилось, и воспринималось так адекватно, по возможности. Ну, учитывая, так сказать, все-таки свойства синодального перевода, что он, ну, как его ни озвучили, все равно он будет не совсем понятен в ряде мест, но все равно надо постараться сделать так, чтобы он был максимально понятен, его как-то оживить, актуализировать, и так далее. Вот. Они сами понимали свои вот недостатки, свою, так сказать, ну, скажем так, отсталость в некотором смысле, так сказать, неграмотность, то есть, они вот очень, так сказать, очень-то это воспринимали конструктивным образом, смиренно, вот, с радостью, и сначала они пытались читать по книге, ну, то есть, по стандартному изданию, а потом, в общем, когда столкнулись с этими трудностями, то мы начали делать распечатки, вот просто налисти А4 крупным шрифтом и с постановкой ударения в словах и с постановкой логического ударения в предложении, но тут даже фотографии имеются вот этих вот как раз распечаток Нет, нет, минуточку, это вот фотографии как раз с церквей, а вот здесь вот кое-где они тут читают с где-то с книги, вот, а где-то читают распечатки, да, вот здесь с книги, а где-то с распечатки, ну, неважно, это уже вы можете потом это все проиллюстрировать, вот, такая проблема была, сначала пытались с книги читать, а потом, когда поняли, что с книги так с кондачка не прочитаешь, делали распечатки, в каждом книге, которую мы впоследствии издали, так сказать, Новый Завет с ударениями, и тогда еще не существовало, это мы постно сделали, как, как бы, как продукт, вот, данного, данной аудиозаписи, вот, и, и они распечатали, читали по этим распечаткам, вот, но, кроме того, над ними, вот, над душой стоял наш научный редактор, Игорь Козырев, покажем, да, Игорь Козырев, вот он умер в этом году в Господе, так сказать, отошел, занимаясь, занимаясь, вот, своим делом жизни, он до последних дней жизни продолжал, вот, заниматься библейской работой, он огромный вклад внес в работу библейского общества, у нас работал 30 лет, с 91-го по 22-й год, даже, по 21-й год, он потом вышел на пенсию, но и на пенсии помогал библейскому обществу как волонтер, так сказать, вел в интернете наши библейские чтения и отвечал на вопросы по содержанию этих библейских чтений, то есть, ну, это он делал, так сказать, безвозмездно, но вот хочу отметить его роль, вот, видите, как он там руководит, вот, наблюдает, наблюдает, да, и когда там актер там сбивался, даже при наличии распечатки, он его, как старший товарищ, так сказать, по библейской работе поправлял, их было нелегко организовать всех, чтобы они вот, ведь не всегда была и звукозаписывающая студия доступна, есть фотографии, актер заголову берется, разговаривает, когда ему, так сказать, да, говорит, вот этот, Леонид Кулагин, насколько это сложно, насколько вот, да, он за заголовок схватился, удивительные фотографии, да, вот, было такое, и, ну, конечно, это сложный проект, и делали мы его где-то год, примерно год, но в результате сделали, сделали хорошо, хорошо или отлично, вы довольны? Ну, мы довольны, сделали отлично, это вот вышло на кассетах, да, это вышло на кассетах, и мы предлагали, вот тем церквям, которые соглашались, так сказать, на прослушивание, систематическое прослушивание и в течение определенного периода времени, мы им высылали вот эти кассеты. Небольшие церкви в этом участвовали больше, чем большие, это действительно так, 26. Вообще, аудиозапись 24 часа. 24 часа. 24 часа. Сутки. Сутки, да. Дальше рассылалось по церквям. Мы приглашали все церкви, и малые, и большие, и так далее, но получилось так, что большие церкви как-то от этого уклонялись. Да нам это не нужно, у нас тут есть проповедники, они живое слово Божие говорят, вот, ну, тут, конечно, мягко говоря, так сказать, здесь есть большой вопрос, то ли они говорят слово Божие, то ли они говорят отчасти слово Божие, отчасти свое собственное. Ну, в общем, это какая-то ревность. Да, да, здесь наблюдалась какая-то ревность, что вот мы сами с усами, так сказать, нам это особо, и ни к чему, вот, мы, ну, можем послушать это перед собранием, так сказать, не будем, так сказать, нарушать свое собрание, не будем нарушать свое собрание, так сказать, воспроизведением слова Божие, так сказать, оно слишком для нас, так сказать, ну, как бы, малозначимо, фактически, да, сами с усами, без, 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 библейского текста, как такового. Но, тем не менее, если они соглашались, хотя бы до собрания это слушать, мы это предоставляли. В основном, восприняли это небольшие церкви, малые группы, и вот, основная масса, это мы таким образом, тысячи, тысячи охватили церкви, я не помню, сколько тысяч, но тысячи точно. Город Плавск, село Лазаревское, Тульское области, где-то вот, Баптистская церковь, тут очень красивые фотографии, покажем. Да, вы потом можете это воспроизвести, там и в Сибири очень много было таких вот. Поселок Ефремов, женщины отсюда. это Ефремов небольшой городок, по-моему, тоже в Тульской области, кажется. Ну, в общем, в основном, это восприняли малые церкви, и... Я смотрю, вот они писали, да, свидетельства. А это третий этап, это третий этап программы, чтобы надо, во-первых, осознать важность слушания, слышание Слова Божия, третье, это организовать, вести в практику регулярно, систематически, чтобы за определенное время весь Новый Завет прослушать. И третье, это делиться своими свидетельствами, как это действует, какое-то производит впечатление, какое-то дает результат. И вот было у нас в свое время много очень-очень положительных свидетельств. И они, вот часть из этих свидетельств мы здесь собрали, у нас вот такой альбом, он долгое время у нас стоял на полке, поскольку эта программа существовалась в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Но тем не менее, вот был такой большой импульс, такой вот мощный импульс, масса положительных свидетельств было, аудиоверсии на кассетах мы распространяли по обществам слепых, по библиотекам для слепых. Там есть же Всероссийское общество слепых, и у них есть библиотеки, там в каждом городе, ну, более или менее крупном. И тогда еще были, я не знаю, есть ли сейчас, производственные предприятия, там они где розетки делают, и так далее. Вот. И мы распространяли вот эти вот комплекты по библиотекам для слепых и по производственным производственным предприятиям. И они включали вот это прослушивание во время производственного процесса. и потом у нас еще были некоторые другие проекты, связанные с аудиовоспроизведением для детей, но там мы уже озвучивали книги для детей. вот, тем не менее, тем не менее, это дало еще вот такой дополнительный, такой дополнительный результат. Вот такую заявку заполняли, пасторы, вот, обязательства прослушивать, обязательства информировать библейского общества. Вот. Это все было, так сказать, формализовано. Ну, понятно, что никаких санкций за невыполнение обязательств мы наложить не могли, но, по крайней мере, это, кстати, учет ввели. Вот. Ну, такая была вот широкая и в своем роде замечательная программа. Ну, сейчас, получается, все эти записи остались, цифровом виде. Вы планируете запустить, что называется, заново эту программу, но только уже с возможностью доступа на современном уровне. современный в новых масштабах. Но дело в том, что за эти 20 с лишним лет в нашей жизни вошел интернет со всеми его достоинствами и недостатками. Да, да, да. И проблемами, и, с другой стороны, и удобством. Вот. И очень сильно он изменил вообще всю цивилизацию, образ жизни большинства людей. Вот. И сейчас, если раньше это мы рассылали на кассетах, это все было довольно дорого, все это изготовить. Я уж не говорю про аудиозапись, на нее было истрачено очень большие средства. Но, слава богу, уже она есть, так сказать, не надо делать это дополнительно. Вот. Но и все это производить, рассылать вот в таком виде это масса расходов и масса неудобств. А сейчас есть интернет, есть социальные сети, есть мессенджеры, есть аудиофайлы, которыми можно делиться. И сейчас это делать легко. Вот. То есть, можно сделать аудиофайл, ссылку на это, и человек может, так сказать, подключиться к прослушиванию для личного назидания, с одной стороны, а с другой стороны, он, получив определенное личное назидание, лучшее познание, Слово Божие, может делиться этим со своими близкими и привлекать их к этому, вовлекать их вот в это прослушивание с тем, чтобы и они получили вот это благословение. То есть, заниматься апостольским служением, распространением Слова Божия. Это именно есть апостольское служение. Вот, шестая глава Деяния апостолов говорит о том, что, когда в церкви возникли, некоторые организационные проблемы, этого апостоля поручили заниматься этим специально отобранным людям. Их благословили, чтобы они там раздавали материальную помощь, гуманитарную помощь, выражаясь по-нашему, тем, кто нуждается. А сами они сказали, а мы пребудем в молитве и служении Слова. Не служение Словом, подчеркивая, как часто говорят опять же в церквях, а служение Слова. То есть, служение Слова подразумевает то, что служителем является само Слово, само Слово Божие, а они только его распространителями, передатчиками. Технические средства нам очень облегчают задачу, и нам облегчают, и тем, кто в этом примет участие, чтобы распространять это дальше, очень облегчает задачу. Но, с другой стороны, никто не отменял это. Человек должен осознать, что аудио воспроизведение и восприятие на слух Слова Божие, это не является какой-то подменой, какой-то заменой, каким-то рзацем настоящего Слова Божия, Священного Писания. Потому что, как я подчеркиваю, многие, очень многие, если не большинство, воспринимают Священное Писание прежде всего, как книгу. Слово Божие это не книга прежде всего, это прежде всего устная весть. Продолжение следует...